Я работаю могильщиком, и работу свою я очень люблю. Небольшое старенькое кладбище в провинциальном городке находится в полном моем распоряжении. Я и могильщик, я и сторож на полставке. Ну а что, все равно живу в домике на окраине погоста, любезно предоставленном мне государством в качестве компенсации за низкую зарплату. Я с удовольствием рою могилки, помогаю опускать гроб, работа на воздухе, покойники, люди все приличные. Это они когда живые, бедокурят, шумят, ругаются, а как помрут все, как картинки. Костюмчики парадные, лица благопристойные, аж душа радуется. Помню, как-то раз хоронили одного мужика. Видел я его часто на остановке. Так себе мужик. Пьющий, страшный, а как ко мне принесли загляденье. Гроб обит бархатом, мужичок в белой рубахе да при галстуке. Кстати, могу поухаживать за захоронением в течение оговоренного срока. И мне достаток, и близким отпадает нужда заботиться о мертвых родственников. Происходит, конечно, на кладбище всякое. Как тут не происходить? В лунные ночи, если выглянуть в окно моего домика, тени видны у могил. Ходят туда-сюда, слоняются, не лежится им спокойно. У свежих могил потемнее, у старых совсем уж прозрачные. Тоненькие, туда-сюда, туда-сюда. Как-то раз глубоко за полночь стучал в окно кто-то. Я выглянул. Стоит дядька, которого на медне похоронили. Просит стопку водки. Я, конечно, в дом не впустил, но на следующий день могилку его нашел и налил стопарик. Я же не жадный, но мне не страшно. Они меня не трогают, я их. Мирно живем. Можно даже сказать дружно. Да вот беда. Маловато в последнее время работы. То ли все эти фитнесы людям на пользу пошли, и народ жить стал дольше. То ли городишко наш мельчает. Народу-то в столицу все больше уезжает. Но как-то оно грустно становится. Раньше-то бывало каждую неделю семь-десять человек помрет. А похороны какие были? С музыкой, с причитаниями. Многолюдные. Несут, рыдают в три ручья. Прелесть просто. А теперь что? Придут, молча постоят. Мне лишнюю бумажку сунут. Закапываю, мол, скорее не тяни. И один-два покойника в неделю в лучшем случае. А то неделями тишина. Так вот, как сейчас. Третью неделю подряд работы нет. Я на досуге уже и дорожку клобическую подмел, и оградки кое-где поправил и покрасил. И дома у себя окна вымыл. Тишина. А как пошла четвертая неделя, я не выдержал. Но смерти же подобно столько времени сидеть без работы. Сначала я поехал в центр города. Походил там, погулял, папироску скурил, но ничего интересного не нашел. Потом немного прошелся по бульвару, забрел в какой-то магазинчик за сигаретами. И вот тут-то и увидал его. В стоящей очереди впереди меня мужчина лет сорока. Достал кошелек и спросил кассиршу. Так, сколько с меня? 127 рублей. Чиркнула девушка и кокетливо стрельнула глазами в сторону симпатичного покупателя. Посмотреть, кстати, было на что. Отлично сложенный, правильные черты лица, выразительные зеленые глаза. Мужчина улыбнулся девушке, достал кошелек, расплатился. Я увидел, как в кошельке мелькнула фотография симпатичной женщины с мудрым и добрым лицом. Потом была моя очередь. А потом я закурил, стоя возле двери магазина и стал ждать. Спустя пять минут он вышел. Невзрачный, точенький дядька лет 30, с наметившимся пузиком, стоящий в очереди аккурат за мной. В руках унес большую баклажку дешевого пива и буханку хлеба. Идти пришлось недолго. Мужик жил всего через квартал. Я зашел за ним в подъезд и, поравнявшись, садил ему в спину большой кухонный нож. Удостовировавшись, что мужчина умер, я аккуратно достал свой нож, вытер его о спину трупа, положил обратно в неприметный портфель и никем незамеченный вышел прочь. Да и кто подумает обо мне плохо? Я благообразный седодедушка в старомодном костюме и с черным потертым портфелем. А потом я же на их благо стараюсь, хотя, конечно, мне тоже польза. Есть труп, значит, будет в ближайшее время и работа. Через три дня, как положено, охоронили. Ух, какой мужик-то оказывается красивый. Помыли его, подкрасили немного, одели как человека, в костюм галстук повязали. В гробу он смотрелся очень прилично, прямо как жених. А то ходил как оборванец, в какой-то футболке и тертых джинсах. Смотреть противно ей-богу. Я им даже скидочку сделал нарытые могилы. У него, кстати, жена оказалась видная, только вот неухоженная какая-то. Одежда на ней мешковатая, туфли сношены, а так приятная женщина. Хожу теперь и смотрю за его могилкой. Я вообще всегда смотрю за всеми могилками, которые при моем участии возникли. Все же не чужие мне это люди. Пару раз видел и тень этого мужика. Грустная такая тень. Смотрит на меня и молчит. Я уж ему объяснял, что так для всех лучше. У меня работа была, а он хоть достойно выглядеть начал. Только он все равно смотрит и молчит. И стоит у моего порога. Баклажку с пивом и буханку в руке сжимает. Они, кстати, все ко мне приходят. И самый первый, мальчик совсем 15 лет. И женщина бальзаковского возраста с красивой укладкой на голове. И молодой еще мужчина. И юная девушка. И старуха. Неприятная даже после смерти. И девочка трехлетка. И девушка невеста. Которая зачем-то вышла из банкетного зала в одиночестве на улицу. Помню, я тогда добрый был, веселый. Мимо ресторана иду. А тут она. Молоденькая, красивая такая, радостная. Но я и решил на радостях, что надо подарок сделать. Умереть самый счастливый день своей жизни. Что может быть лучше? Приходят. Стоят перед порогом. Молчат, смотрят. Я к ним выйду. Постоим. Помолчим вместе. А потом я домой, а они по своим делам. В общем, я люблю свою работу. Главное, чтобы помирали. А то мне скучно становится. Только вот я стар становлюсь. Через пару лет, думаю, мне уже будет трудно им помогать. Так что буду молиться, чтобы чаще помирали. А то ведь совсем ко мне дорожку позабудут. А это уже не порядок.